здравствуйте меня зовут думченко сергей я экономист я работал в компании неакон с михаилом хасиным олегом григорьевым вот писал статьи для журнала финансовый директор комический директор вот еще там разные другие журналы том числе про недвижимость вот и меня настоящий момент фактически с 20 года волнует один простой вопрос почему до сих пор не происходит девальвация рубля как экономист по образованию я решил в этой теме подробно разобраться и поделиться с этим с аудиторией так получилось что впервые делюсь я с вами вот какой основной вопрос вообще передо мной стоял этой лекции вопрос следующий почему девальвация рубля то есть резкое снижение курс рубля по отношению к доллару не произошла в двадцатом году может ли она произойти в двадцать первом году неизбежно ли это и что может этому помешать вот на все эти вопросы я постараюсь ответить начнем мы с достаточно простого графика вернее трех графиков вы наверняка слышали что российская экономика это сырьевая экономика вот в чем это выражается ну проще всего это конечно увидеть в экспорте давайте просто посмотрим какую долю в экспорте российской федерации занимает сырье и оттолкнулся мы от двухтысячного года довольно далеко до 20 лет назад смотрите нефти нефтепродукты газ металлы остальное сырье если все сложить получится под 70 процентов то есть это было у нас в двухтысячном году 2019 год если все тоже просуммировать сырье мы получим цифру в 69 процентов двадцатом году картина немного меняется год кризисный мы потеряли часть рынков доля сырья падает до 64 процентов и как вы видите огромную долю везде занимает под 50 процентов вот эти две плашки это нефтегаз то есть основной источник доходов нашей экономики с внешних рынков это нефтегазовые доходы это основной источник валюты для нашей страны поскольку эта валюта конвертируется в рубли во многом это достаточно солидный источник рублей и надо понимать что исходя из этих графиков мы критическим образом зависим от экспорта нефти и газа в чем это выражается давайте сравним два показателя ввп и цена нефти бренд ну вы наверное знаете что есть такое понятие как марочные сорта нефти то есть сорта нефти которым привязаны другие сорта марочный сорт нефти бренд к нему привязан наш российский сорт urals urals рассчитывается как виде скидки к цене нефти бренд поэтому все ориентируются на бренд когда в том числе говорят о нас если вы откроете тот же яндекс вы увидите курс доллара и цену нефти бренд посмотрим если просто так в целом на график то зависимость удивительная то есть куда идет нефть туда идет наш ввп мы критическим образом зависим от цены нефти которую мы вообще никак не контролируем давайте вообще разберем эту график чуть поподробнее первый момент 98 год нефть растет мы начинаем рост чуть позже здесь связь с нефтью не так очевидно потому что была большая девальвация рубля и рост экономики обеспечивался другими факторами с 2002-2003 годов начинается резкий взлет нефти также резко взлетает ввп мы очень сильно зависим от нефти 2008 год ну все мы помним что случилось провал нефти провал ввп провал нашей экономики дальше все восстанавливается мы устанавливаемся вместе с нефтью но с 2016 года картина меняется связь между нашим ввп и ценой нефти исчезает не то что исчезает совсем она ослабевает это очень тонкий очень важный момент который я подробно раскрою позже связи с этим моментом пока до сих пор не произошла девальвация рубля вот именно из-за этого потому что здесь что-то случилось я расскажу что ну понятно да то есть нефть мы зависим в чем это выражается посмотрим на доходы федерального бюджета как вы наверное знаете если не знаете то я расскажу доходы федерального бюджета делится на две большие части нефтегазовые 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 это ндп и пошлины соответственно это официальная формулировка минфина министерства финансов российской федерации я считаю некорректной потому что возьмите газпром возьмите роснефть возьмите руку лукойл их ндс налог на прибыль и другие доходы в том числе видеть дивидендов учитываются как не нефтегазовые доходы а это категорически неправильно то есть весь наш нефтегазовый сектор экономики мы не видим его в бюджете в должный должным образом это большие объемы то вот учитываем нефтегазовый доход 28 процентов один ндс 23 процента налог на прибыль еще 6 процентов ндс новозимые товары тоже огромная доля вот где-то здесь зашиты еще настоящие нефтегазовые доходы и если их посчитать я их посчитал то мы получим вот такой вот график где синим у нас учитываем нефтегазовые доходы это версия минфина и фактически это моя версия и вот здесь если рассчитать среднюю то 70 процентов доходов российского бюджета это в нефтегазовые доходы доходы от компаний которые заняты в нефтегазовом секторе и посмотрите как повлиял на нас кризис 20 года пандемия мы падаем падает нефть соответственно дефицит бюджета 4 триллиона покрывается за счет гостолка они за счет девальвации как было ранее здесь вот кстати можно заметить провал да вроде бы очень резко упала доля нефтегазовых доходов это из методики расчета потому что я не учитывал дивиденды вот их очень сложно учесть потому что они выплачиваются там не в том периоде в котором они были получены там через год вот и соответственно если там все корректно рассчитать то такого падения нет и вот эта средняя доля с 2006 года по 2020 года которая сейчас 70 процентов поднимется до 72 73 процентов вот так мы зависим от экспорта нефти и газа настолько дальше вот давайте посмотрим что происходит у нас у нас есть федеральный бюджет есть его доходы и расходы если с 16 года мы не привязываемся к нефти то за счет чего у нас идет постоянный рост расходов бюджета чем это обеспечивается ростом госдолга на самом деле мы прямым курсом движемся в 98 год к пирамиде гк о государственных казначейских облигаций когда государство покрывает свои растущие расходы за счет заимствований данном случае у банков в конечном счете у населения то есть если посмотрите вот внизу госдолк он начинает достаточно уверенно расти с 2008 года как растут расходы бюджета так растет госдолк они практически синхронно идут и то есть вся стабильность то есть нам рассказывают что мы прошли кризис уверенно мы восстановились за счет чего за счет того что у нас наращивается госдолк обычно госдолк сравнивают своего поэт неправильно в нашем случае правильно считать госдолк расходом бюджета так вот на конец 2020 года госдолк составил 80 процентов доходов бюджета критичной цифрой является сто процентов если сюда так дальше пойдет 2021 году мы эту цифру перешагнем это очень опасно я расскажу на самом деле неуправляемой девальвации рубля мы можем вполне увидеть 100 рублей за доллар в результате вот всей этой истории я объясню почему есть такой инструмент стабилизации нашей экономики он называется стаб фонд стабилизационный фонд детище алексея леонидовича кудрина был создан в первом январе 2004 года потом с ним происходили разные события в 2008 разделили на резервный фонд и фонд национального благосостояния а в 2008 году резервный фонд был упразднен его приснили к фнб фонду национального благосостояния который у нас и остался чтобы всю эту историю как бы не мешать друг с другом я обозвал все эти фонды стаб фондом и сравнил это с госдолгом вот что такое стаб фонд это кубышка это наше накопление на случай кризиса то есть у нас происходит уникальная вообще ситуация которая в мировой экономике встречается очень редко мы одновременно наращиваем задолженность и копим резервы одновременно это как если бы вы взяли кредит а часть денег взяли пошли положили на депозит зачем ну это сложный вопрос но так вот поступает наше государство очень странная политика честно говоря но нам всем рассказывают что вот стаб фонд на случай чего спасет от кризиса спасет ли вопрос открытый достаточно просто сравнить расходы бюджета годовой и объем стаб фонда внизу стаб фонд вверху расходы он намного ниже то есть стаб фонд покрывает менее 60 процентов годового объема расходов бюджета и не покрывает текущий госдолк он ничего нам не гарантирует стаб фонд может очень быстро сдутся вот в кризис 2008 2010-х годов стаб фонд очень быстро уменьшился вдвое это может произойти быстро и мгновенно теперь посмотрим вообще ближе к теме нашей лекции вот что все вообще это означает девальвация рубля все говорят да она регулярно происходит чем связано когда резко падает нефть как правило резко падает рубль да ну давайте посмотрим 2008 год резкое падение нефти рубль упал потом 2014 год резкое падение нефти рубль опять падает ну то есть влетает курс доллара дальше помните наверное до март двадцатого года у нас резкое падение нефти взлет рубля то есть в кризисные моменты когда с нефтью что-то происходит проваливается рубль если мы вернемся к той цепочки нефть да с ней что-то происходит давайте посмотрим это значит что падают экспортные доходы цена газа во многих долгосрочных контрактах привязана цены нефти то есть падает цена нефти падают наши доходы падают доходы бюджета и соответственно мы получаем дефицит бюджета который сейчас покрывает с ростом госдолга мы как экономика живем непосредством и соответственно давайте вот попытаемся оценить вот я про все это говорил 2020 год его итоги экономические вот эта пандемия все вы знали что произошло уникальный кризис мировая экономика никогда с таким кризисом вообще не сталкивалась это новый уникальный опыт давайте в цифру посмотрим вот что случилось первое наш экспорт нефти нефтепродуктов минус 38 процентов за счет падения стоимости за счет того что мы начали терять рынки нас выдавливают с рынков арабы полномерно и достаточно уверенно первый момент да то есть мы потеряли деньги на этом сколько 5 и 2 триллиона рублей дальше что произошло естественно из-за этого сократились доходы нашего бюджета вот он этот провал это изменение доходов бюджета год году пандемия до минус 2 с половиной триллиона рублей и того дефицит бюджета 4 триллиона рублей полностью был покрыт ростом госдолга раньше все вот это покрывалось девальвации но в 2020 году мы нарастили госдолг очень резко теперь вот давайте чуть-чуть остановимся и подумаем вот что со всем этим делать да вот встанем на место экономического блока правительства у нас растет госдолг он уже достаточно высокий 80 процентов доходов бюджета по нефти ситуация не очень радужная да соответственно нефть у нас то растет то падает вы наверное видели колебания минус 7 процентов недавно было сегодня еще минус 3 процента то есть тут постоянные колебания очень сложно как-то рассчитывать на нефть на какую-то стабильность нефтегазовых доходов и вообще в целом на экспортные доходы потому что на мировых финны сейчас угрожающая ситуация но про это стоит вообще отдельно поговорить то есть они предпочли не закладываться на эту историю и наращивать госдолг это не может быть бесконечно история конечно нельзя бесконечно наращивать госдолг опять же сто процентов критической цифры мы к ней идем то есть соотношение гостолка к доходам бюджета мы уже близко мы туда идем соответственно как покрывать эту дыру самый очевидный ответ девальвировать рубль зачем вот этот стафон то который мне говорил эта кубышка что там лежит смотрим наконец двадцатого года там две больших части валюта и вложение в различные активы в иностранный и в рублевой валюте валюта чистая это доллары и евро 51 миллиардов долларов и 44 миллиарда евро это просто кэш который можно конвертировать это то чем можно оперировать если мы девальвируем рубль вот эти миллиарды долларов и евро превратятся миллиарды рублей которые можно опустить на покрытие дефицита бюджета пустить в экономику и соответственно возникает вопрос ну сколько там будет я сделал такую простую табличку вот максимум что они могут взять если пересчитать эти 51 миллиард долларов 44 миллиарда евро это получится 105 миллиардов долларов всего это максимум доступный кэш курс по которым можно девальвировать умножаем одно на другое получаем рубли миллиарды рублей доступны мне кажется что скорее всего они будут смотреть вот сюда в районе 80 90 рублей за доллар и оперировать понятно что вряд ли они будут брать весь объем стоп фонда скорее 50 75 миллиардов то есть нам надо смотреть вот сюда и вот этих денег локально хватит на покрытие потенциальной дыры бюджета потому что если мы посмотрим есть уже предварительные данные по февралю 21 года у нас продолжается падение доходов бюджета ситуация не улучшается экономика на самом деле не растет у нас кризис и с этим надо что-то делать скорее всего конвертировать стоп фонд ну это самый очевидный экономический вывод не факт что он будет правильным но к этому вернемся позднее то есть еще раз вот этот горизонт 80 90 рублей за доллар вот этот объем и вот доступные средства от 4 до фактически 7 триллионов рублей то что хватит на покрытие текущих потенциальных дефицитов нет внутренний это внутренний долг внешний гостолк там он не такой большой он по большей части корпоративный то есть он не влияет на ситуацию уже там они с ним разобрались то есть это внутренний гостолк то что государство должно банкам по большей части теперь давайте вообще посмотрим что у нас было в истории да как девальвировали рубль два базовых сценария первое это шоковая девальвация август 98 года когда мы проснулись в новой стране когда курс доллара взлетел практически в три раза бац и мы живем в новой реальности это шок к нему нельзя подготовиться из него нельзя излечь какую-то масштабную прибыль там на дистанции то есть мы сразу оказываемся в новых условиях второй сценарий это 2008 год конец когда постепенно идет девальвация да то есть нефть упала и постепенно растет доллар то есть рубль ослабевает плавная девальвация штука довольно выгодная для банков банки в 2008 году очень неплохо заработали они брали дешевые деньги у цб центрального банка российской федерации вкладывали их в девальвацию ставили на то что курс доллара будет расти и получали прибыль в условиях кризиса когда ничего не растет да куда банком вкладывать деньги физлицам у физлиц ухудшилась ситуация там проблемы с работой проблемы с доходами в компании у компании упал спрос компанию сложно кредитовать растет просрочка а когда происходит плавная девальвация это хороший инструмент чтобы заработать деньги для банков и поэтому если у нас будет плановая девальвация это будет мера поддержки банков это наиболее вероятный сценарий это вот все что было в истории да то чем они могут оперировать теперь давайте посмотрим по срокам да вас всех интересует вопрос когда первый момент для начала я должен сказать такую интересную вещь знаете ли вы что есть такое письмо цб и в нем на банк банком дан для ряд льгот и также из банков сняты ряд ограничений и нормативов то есть допустим все валютные активы банков учитываются по курсу доллара по состоянии на 1 марта двадцатого года до сих пор до сих пор действует это письмо которое вот вели в тот пандемический кризис который до сих пор не закончился так вот у этого письма там целый комплекс ограничений по расчету рисков по расчету нормативов сейчас банки живут в такой иной реальности они не знают что на самом деле у них на балансе и что происходит потому что цб дал им огромный пакет послаблений там целое письмо из по 18 пунктов там очень очень много информации я все сейчас перечислять не буду что важно для нас 1 апреля часть этих ограничений снимается это не основная часть связанная с кредитованием строительства они видимо пытаются стимулировать ипотеку вот но куда более важной даты является 1 июля снимаются почти все ограничения с банков оценка валютных активов нормативы резервы то есть банки узнают что у них на самом деле произошло за время пандемии что случилось и поймут размер дыры в балансе сколько денег им нужно и государству надо как-то поддерживать банки самый простой способ это плавная девальвация рубля отличный способ заработать сейчас до когда у нас нету особого роста это вот та точка то сфера где можно банком найти доходы поддержать банки таким образом вопрос когда до можно действовать как бы теоретически на опережение но это вряд ли да то есть до 1 июля если мы не понимаем что происходит у банков наверное нет смысла начинать эту девальвацию а вот пес после 1 июля можно уже стартовать банки рассчитают они отчитываются цб ежемесячно соответственно можно начинать июль август первая точка когда могут принять это решение о девальвации рубля о поддержке банков вторая точка ну мы все знаем что у нас очень много политики в том числе и в экономике и в целом нашей жизни у нас одни большие выборы в этом году в сентябре 19 выбора в госдуму вся эта история давайте не раскачивать водку давайте не как-то не двигаться давайте аккуратно то есть мы можем задержать эту девальвацию чтобы люди не волновались чтобы они правильно голосовали за партию власти за ту же единую россию вот и запустить девальвацию после то есть сентябрь 19 там уже от сентября мало что остается октябрь-ноябрь вторая точка да вот это два временных отрезка где можно чего-то ждать если оно случится теперь график ниже это вообще достаточно тонкий момент я говорил что вот основная для нас цена нефти контролируется внешними факторами сейчас на мировых фин рынков наметилась кризисная ситуация вот это интересный индикатор это разница между трешерис да трешерис это государственные облигации сша есть десятилетние есть двухлетний как индикатор в них достаточно много денег вложено и вот разница между десятилетними и двухлетними доходности сейчас растет всегда когда она превышала полтора процента начинался кризис начинался обвал можете посмотреть 2008 год обвал здесь даткомы обвал и вот здесь дело тоже пахнет обвалом что это означает для нас вполне вероятно что может начаться резкое снижение стоимости нефти с текущих 60 там долларов за баррель мы можем свалиться к 50 долларам дальше может быть и ниже и вот этот фактор может запустить неконтролируемую девальвацию рубля чисто за счет эффекта паники туда просто-напросто побегут тогда ситуация вообще будет очень опасной давайте посмотрим вот резюмируя все то что я сказал ответим на вопрос что будет сценарии и так у нас есть внешние проблемы у нас есть внутренние проблемы внешний кризис если он все-таки случится на фин рынках падает ликвидность то есть там становится тупо меньше денег инвесторы выходят с развивающихся рынков мы развивающийся рынок мы рисковый рынок на нас как большая доходность теоретически так и большие риски во времена кризиса с таких рынков бегут в первую очередь бегут обычно в доллары в те же трешерис гособлигации сша иногда просто в долларовый кэш то есть от нас побегут побегут из активов и начнет падать нефть это тот сценарий который может привести к неконтролируемой девальвации рубля мы можем в этом сценарии улететь вполне даже за 100 рублей за доллар когда это может случиться тут очень сложно ответить потому что вот рынки это неконтролируемая история там первую очередь главный маркер это цена нефти вот если нефть падает ниже 50 долларов началось сейчас можете смотреть следить за ценой нефти это доступно елки-палки открываем яндекс и смотрим первый маркер теперь внутренние проблемы проблема в том что даже если там все стабильно ничего не происходит нам все равно нужна девальвация все равно надо как-то покрывать дыры хотя бы в минимальном объеме первый сценарий август 21 года да возвращаясь к тому графику первый горизонт июль август мы поднимаемся от текущих вот это курс доллара на завтра на самом деле по торгам он закрывается уже на уровне 76 рублей за доллар если вы там посмотрите откроете то есть можно сказать что пошло но честно говоря вряд ли это похоже на колебание я не думаю что девальвация начнется прямо сейчас рано-рано опять же только если какой-то вот шоковый сценарий но пока для него слишком рано мы идем туда движение будет начинаться основное в июле августе плавно постепенно то есть это будет не шок не то что вот бац мы проснулись новой реальности проблема в том что чем дальше сдвигается эта дата девальвации тем больше нам надо рублей за доллар тем больше ее объем и поэтому если они сдвигают девальвацию на срок после выборов октябрь-ноябрь то уже не 85 а 90 чем дальше ее оттягивать тем больше будет расти эта цифра сейчас они пошли по пути наращивание пирамиды госдолга пирамиды офз аналогия 98 год пирамида какого закончилась ростом курса доллара 6 рублей за доллар до 20 с лишним в три раза здесь конечно сложно ожидать такого же эффекта но чем больше они тянут чем дальше мы уходим тем опаснее ситуация вот исходя из этих факторов я считаю девальвацию рубля неизбежный вопрос только в сроке ну и что ну и но что в а а